Всем привет! В эфире телегид в студии я, Анна Троян, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. Криминальная новинка, ностальгические будни и остросюжетные выходные. Ох и захватывающая получится эта неделя. Все подробности по традиции у меня. Начинаем! Остросюжетный сериал о буднях питерского детектива. Прошу любить и жаловать премьеру, которая стартует на этой неделе. Саня Румянцев молод и горяч. Он был отличным опером, а сейчас открыл собственное детективное агентство. Стал охотником за головами, помогает правоохранительным органам отлавливать преступников. Собственно, Сашка постоянно влипает в странные ситуации. Ими перенасыщена северная столица России. За опасными приключениями нашего героя следим по будням в 13.00 и 23.30. Я не понимаю, почему мы должны платить неизвестно кому, чтобы он вместо полицейских беглых ловил. Послушайте, это вы меня позвали. Если вас что-то не устраивает, давайте я поеду домой. Меня там ждет прекрасный королевский завтрак. Мы заплатим. Мы заплатим. Заплатим. Только после поимки преступника. А еще в эту среду, друзья, вам предстоит положительный вечер. В эфире ЛРТ выйдет иронический детектив, ставший одним из любимых фильмов советского зрителя. Секретарь нотариальной конторы, женщина неукротимой энергии Алиса, как и обычно, задерживается допоздна на работе. Ее покой внезапно нарушает валившийся начальник с огромным ножом в спине. От ужаса несчастная героиня теряет сознание и приходит в себя только утром, когда и мертвец, и нож таинственным образом исчезают из ее кабинета. Ищите женщину, смотрите 23 августа в 20.45. Видимо, у мадемуазель Алисы опять начались видения. Если так будет продолжаться дальше, я бы вам советовал поступить в цирк. Вы будете гвоздем программы. Мать, я вам клянусь, кто-то меня бросил на пол, накрыл вот этим супном и начал расщепывать всю сногдок. А в четверг вас ждет всемирная история отравления. Спокойно. Это всего лишь картина Карена Шахназарова. Главный герой узнает, что ему изменяет жена. Случайный знакомый предлагает отомстить и отравить порочную супругу. Подсыпав яд в еду, она должна была уже отравиться. Но все планы рушит внезапно приехавшая теща. Незнакомец предлагает убить за компанию и ее, и всех его обидчиков. Как же поступит несчастный герой, узнаем в 20.45. 24 августа. Не трогайте, я сказал. Да что же это такое, Олег? Что ты себе позволяешь? Ну ты же, кусок курицы за одной тещей пожалел. Да не жалко мне, вот ешьте мой кусок. А зачем мне твой кусок? У меня, слава богу, родная дочь. Есть! Ешь, мама! А в конце рабочей недели настраиваемся на остросюжетный вечер. Мы отправимся в город проклятых. В толще земли ученые обнаружили древний христианский храм. И, как выяснилось, церковь была засыпана специально. Ее стены изнутри украшают странные изображения людей, которые были замечены и на многих других старинных полотнах. Кто они и как умудряются преодолевать временные пространства? Предстоит разобраться и нам в пятницу в 20.45. Фредерик Майкл Аргейм. Фред? Все жители городка прекрасно знают, кто он такой. У него есть фотография Майкла. Зачем она ему? Зачем ему мстить этому малышу? Он хочет избавиться от него, от своего прошлого. Мисс, думаю, вам не следует беспокоиться насчет Фреда. Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10.00 и 19.30. Если вы по каким-то причинам не можете взять собаку домой, то вы можете оказать хотя бы посильную помощь, например, погулять с ней. Ведь волонтеры говорят, что приютские собаки не знают слова «хозяин», поэтому другом для них может стать каждый, в том числе и вы. В субботу, дорогие дамы, наводим марафет. Ведь вечером нас ждет свидание со славными парнями. Лос-Анджелес 70-х сложно было назвать тихим и спокойным местом. Именно поэтому громила Джейсон Хилли никогда не сидел без работы. Основным родом деятельности героя было избиение людей по желанию заказчика. Однажды Джейсон угодил в крайне неприятную историю и выпутаться сможет. Только если сам во всем разберется. Все подробности на ЛРТ. 26 августа в 20.30. Что будем делать? Я ее не брошу. Почему? Она в опасности. Ей надо помочь. Ей конец. В каком смысле? Да в прямом! Не говори глупости! Я ее больше не взял! Захватывающие перестрелки и отменный сюжет. В воскресенье нам предстоит встретиться с неподражаемым Аль Пачино. Главарь местной наркомафии выходит досрочно после пяти лет заключения. Он решает в последний раз пойти на путь незаконной торговли. Но его ожидает засада, в которой его племянника убивают, а он сам еле уносит ноги. В общем, вас ждут 150 минут отборного криминала, который обескуражит даже самых стойких любителей этого жанра. Путь к Орлито смотрим 27 августа в 22.30. Гарлита, у него много денег. У него сейф, кабинет, а там пачки сотеных. Клянфилд мой брат. Посмотри на меня. Смотри в глаза. Он мне брат. Значит, пачанка в дураках? Не хлопай ушами. Глазами тоже. Присматривай за баром. Там воруют. Ладно, но там такая темень. Что мне сделать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом у меня все, друзья. Чтобы знать о нашем телеканале больше, постоянно заходите. Это наш официальный сайт. www.lrt.tv А еще за жизнью ЛРТ вы можете следить во всех соцсетях. Друзья, осень уже совсем на носу. Так что ловите последние лучики солнца. С вами была Анна Троян. До встречи в эфире. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...